Всем привет! После 30-дневки по ранним подъёмам, тренировкам в 5 утра, я заметил интересный способ, как настроить свой график сна. Интересно? Тогда по налей без лишней воды я тебе расскажу. На самом деле, для решения всех этих проблем есть несколько способов, о которых я вам сейчас и расскажу. А если вы хотите более подробное видео о сне, то просто дайте мне знать. Приведу интересный пример. Грубо говоря, ваш организм – это машина. И на протяжении дня эта машина в действии. И нужно съездить на работу, в магазин, домой и тому подобное. И рано или поздно вашу машину стоит поремонтировать. Поменять масло, переобуть шины и тому подобное. И что же вы делаете? Конечно же, едете к механику. Ну или же чините её сами, тут кому как. И вот, точно так же ваш организм. Днём он беспрерывно занят делами, работа, учёба, домашние обязательства. И за весь день ваш организм, как и машина, выходит из строя. И сон – это ваш механик, который чинит все неисправности и приводит ваш организм в порядок. Именно поэтому сон невероятно важен. Вкратце, вам просто нужно сделать круг. Их есть большое количество, но я вам приведу пример того, как делал это я. Когда мне нужно было вставать в 5 утра, а на часах было уже 3, я был довольно бодрым. Я понимал, что если я посплю эти пару часов, то мне станет только хуже. И тогда я прибегал к методу круга. В чём же он заключается? Суть в том, чтобы ни при каких условиях не спать ночью. И как бы там сильно не хотелось, не спать днём. Иначе все ваши старания падут зря. И тогда, поверьте мне, к вечеру вас будет тушить шо капец. Либо же, если ты не выдержишься не спать всю ночь, то просто поспать пару часов и проснуться рано утром. И точно так же не спать днём. Это самое главное. Главное после этого всего не спите до обеда, а то опять будете всю ночь втыкать. Но что же делать, если вы просто ложитесь в час-два ночи, хотелось бы в 10-12? С такой проблемой я тоже сталкивался. Идут несколько решений проблем. Либо же отлично погулять, потренироваться и суперски устать. Либо же за пару часов до сна выключить все гаджеты, как бы то сложно ни было. И последние пару часов перед сном просто читать книгу, после которой довольно сильно хочется спать. И, конечно же, желательно, чтобы эта книга была бумажной, а не электронной. Ну и как бонусом будет то, почему же ты не высыпаешься. Я не открою тебе тайну, что фактором того, что ты не высыпаешься, есть много. Неправильное питание, неправильно подобранная температура в комнате, недостаточная тусклость. И всему много подобных неудобных условий сна. И это всё вы понимаете. Но всё-таки я хочу сказать о кое-чём другом. О той вещи, о которой немногие задумывались. Время, в которое вы просыпаетесь, может просто не подходить вам. Я не буду долго углубляться в эту тему, но существуют фазы сна. И вот, если ты проснёшься во время не той фазы, ты будешь чувствовать себя ужасно. Для того, чтобы почитать, во сколько вам лучше встать, воспользуйтесь специальными калькуляторами фаз сна. И будет вам счастье. Я вот лично никогда, ни при каких обстоятельствах не могу выспаться, когда я просыпаюсь в 7 утра. Во сколько бы я не лёг, я не высплюсь. Когда для подготовки этого видео я слушал интервью сомнолога, он сказал одну интересную вещь, что когда ты просыпаешься на выходных, ты должен спать не более чем на 2 часа больше, чем ты просыпаешься в обычные дни. То есть, если в обычные дни ты просыпаешься в 8 утра, то в выходные, для того, чтобы твой режим сна остался таким же нормальным, тебе нужно просыпаться в 9-10, но не позже. Поэтому, после этого круга, вам ни в коем случае так же нельзя спать до обеда. Потому что потом, ну, логично, что не будете хотеть спать к вечеру. А если я не добавил какой-то прикольный способ, который помогает вам уснуть, обязательно напишите об этом в комментариях. А на этом всё. Было радо вас видеть. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь. А на этом всё. Всем удачи и всем пока.